В новом розыгрыше Кубка России команды поделили на два пути. Путь РПЛ и путь регионов. Путь РПЛ начнется сразу с группового этапа. 16 команд поделили на 4 группы, жеребьевка проводилась по корзинам. А составлены они были исходя из таблицы прошлого сезона. Первые 4 места в первой корзине, вторые во второй и так далее. Все сыграют друг с другом по два раза. То есть каждая команда проведет по 6 матчей. Всего их будет 48. Из каждой группы первые две команды проходят следующий этап. Последняя вылетает, а к третьей мы еще вернемся. Теперь про путь регионов. Здесь все начинается традиционным плей-офф. Играют в один матч, проигравшись сразу вылетает. Постепенно добавляются новые команды, как, например, в четвертом раунде, когда в борьбу вступят клубы ФНЛ. В итоге из этой части сетки останется 4 команды. В заключительном этапе будет два параллельных плей-офф. Те 8 команд, которые заняли два первых места в своих группах в пути РПЛ, играют в два матча. Выигравшая команда проходит дальше. В итоге должна остаться одна, которая и выйдет в финал Кубка России. А вот проигравшая получит второй шанс. То есть сразу не вылетит. Второй плей-офф будет проходить по такой схеме. Четыре победителя пути регионов в одной четвертой сначала сыграют с теми самыми третьими местами из группы. Но на этом четвертьфинал не закончится. Четыре победителя его первой части будут играть с четырьмя командами, которые вылетели из пути РПЛ. Это и есть тот самый второй шанс. И в каждом следующем раунде будет так же. В полуфинале сначала четыре команды играют между собой, а потом два победителя с двумя проигравшими полуфинала пути РПЛ. И команда, проигравшая в финале пути РПЛ, попробует пробиться в титульный матч через финал пути регионов. Победители двух путей выйдут в финал Кубка, где в один матч будет разыгран заветный трофей.